всем привет у нас скоро масленица вся неделя будет вкусных и прекрасных блинов и сегодня я вам покажу как можно сделать тонкие блинчики по дюкану для того чтобы вам тоже было очень очень вкусно и вы не чувствовали себя ущемленными когда ваши родственники будут с удовольствием наворачивать вкусные блинчики и так что нам надо здесь 3 яичка вместе с желтками мы хорошо взбиваем добавляем 5 столовых ложек обезжиренного молочка и еще раз хорошенько перемешиваем добавляем все остальные ингредиенты кукурузный крахмал две столовые ложки немножко разрыхлителя пол чайной ложки много не надо иначе они будут сильно подниматься и будет тяжело их жарить корица или ванилин у меня сегодня корица люблю и поэтому вот так побольше и и сыплю не жалею теперь две столовые ложки творога и что касается творога творог можно взять вот такой спрессованный крупинками обезжиренный конечно а можно взять мягкий творог и я буду использовать мягкий творог это можно конечно и тот и другой так вот одна ложка и еще одна ложка почему потому что там останутся крупинки принципе это не страшно но тонкие блинчики хотелось бы чтобы они были более равномерные и однородные поэтому такой творожок я беру тоже однородный и теперь надо аккуратненько эту массу превратить в однородную так вот не торопясь так и сахарозаменитель меня здесь 7 таблеток растворенных буквально в чайной ложке кипяточка вообще по вкусу кладем сколько вам хочется маленькая маленькая щепоточка соли вот такая крахатульная прямо все если у вас есть миксер вообще проще нажали подержали 2 секунды все будет очень быстро можно и руками вот так вот постоять и помешать помешать масса будет однородной и одна столовая ложка кипяточка я вот так чуть-чуть на глаз наливаю а вы поначалу можете отмерять столовыми ложками для того чтобы тесто не было слишком жидким естественно что у нас в любом случае вот это тесто оно жидкое очень жидкое как бы это нормально чтобы не сделать его совсем водой жарится она будет достаточно хорошо я делала уже похожие блины единственное что там не было творога а вот этот вот рецепт решила добавить мягкого творожка сейчас посмотрим что у нас получится вместе с творогом масса уже достаточно равномерная вот крупиночки не совсем-совсем крохотная мы будем эти блинчики на антипригарной сковороде конечно лучше если у вас сковородка маленькая диаметром 10 12 сантиметров тогда их получится около 10 штук или даже чуть больше на средней сковородке их получится 4-5 штук и наливать лучше не половником а ложкой для того чтобы не переборщить с тестом они будут очень нежные очень воздушные и такие вот дыркастые мазываем нашу сковородочку кисточкой силиконовой буквально пару капель маслечка нам полагается столовая ложка масла на день но я конечно же столько не использую именно благодаря вот этой кисточке очень удобно она у нас размазывается я наливала ложкой несколько столовых ложек вот сейчас оно прихватится я начну поддевать краешки вот они уже достаточно видите легко отходит можно и половником если вот у вас сковородка такая большая как у меня а если маленькая 10 12 сантиметров диаметром ну конечно тогда только столовой ложкой поднимаем смотрим ох красавец зажаристый блинчик и без труда даже не смазывая теперь я его перекладываю смотрите выглядит как обычные блинчики из муки тетушка наши перед тем как жарить конечно лучше 5 минут ему дать постоять в принципе как и любому тесту для того чтобы крахмал немножечко подгустил тесто и оно стало таким более вязким и однородным ребята запах от них просто божественный это отличный рецепт на масленицу представляете как вкусно это можно намазать кремом любым заварным диетическим икрой какой-то дюкановской намазкой все что вам придет в голову туда начинить курица грибы то есть вариантов для начинки море просто море бесконечное количество единственное что помним что две столовые ложки крахмала это норма допа на день поэтому по сути мы можем вот все количество которое сейчас у меня получится скушать за один раз либо за один день за одни сутки еще раз перевернула его на другую сторону пару секунд подержу и буду снимать вот такой красавец блинчик смотрите тонюсенький тонюсенький аромат ненький нежный такой пористый вот сейчас я все пережарю и покажу вам сколько их получилось у моему диаметру сковородки у меня получается 3-4 столовые ложки на каждый блинчик и перед каждым блинчиком я смазываю силиконовой кисточкой легенько если это необходимо сковородку я переворачиваю блинчик я не смазываю повторно кисточкой второй блинчик тоже вот он отлично отстает не липнет и как бы вообще все замечательно блинчики мои пожарились их получилось 8 штук и как ни странно получилось даже больше чем я предполагала возможно это из-за того что добавилась творога увеличилась в объеме теста причем таких не маленьких таких нормальных 8 блинов абсолютно тоненькие и красивые и в следующем видео я приготовлю заварной крем которым мы будем начинять эти самые блинчики ну что ж дорогие друзья к масленице мы готовы и несмотря на то что мы на диете мы тоже будем кушать блины и поверьте мне даже гораздо вкуснее они чем обычные блинчики приготовленные традиционным способом с помощью муки пока что я вам это рассказываю у вас есть время подписаться на мой канал и поставить мне лайк ну а я вам желаю приятного аппетита и новых высот в кулинарных шедеврах пока пока